Тут цену лошадку не видно, видно только. Зачем? Окей. Как по кайфу, чувачок? Лошадь не видно, видно только. Зачем лошадь? Толстячок. Толстячок такой. Толстячок Тони. Что ж, совершим такую маленькую прогулочку по салонникам на нашей лошадочке. Цена прогулки 10 евро. Это дешевле, кстати, намного, чем было в Вене. В Вене, я помню, что было... В Варшаве я дешево покатался, потому что там я с ним, как сказать, долго с ним выяснял договор этого покатания. А в Вене ты тоже катался? А в Вене, нет, в Вене не катался, но там стоило дорого. То ли 30 евро стоило, то ли 50 евро, я сейчас не помню. А в Вене такая площадь есть, главная, Стефана, кажется, я сейчас точно не помню. И этот вот, этот собор Стефана, он именно, он служил, это называлось... То есть он был этим, он держал этих лошадей, карет, вот эти вещи держал. Сам вот этот святой Стефан. Что-то мне это не нравится. Я это говорю. Это весь каточек его? Да, наверное. Круто. Да, так в таком случае это дорого, кстати, здесь, друзья, стоит. Мы сейчас узнаем, если он прокатится всего лишь по этому кусочку, то это, конечно, получается... Вообще, да, ничего нам не показывает. Что-то делать жалко. Вот так вот, Греция. И все. Ну, ничего, тоже прикольно. Жалко, что он нам не может рассказать ничего. Что надо рассказать, если он вокруг одного пяточка покатился. Про этот пяточок рассказать такое. Здесь каждый день приезжает столько-то туристов. Больше всего я люблю там каких-нибудь американцев. Они платят больше мне денег и катаются больше. Здесь, кстати, они... Нет, катаются меньше, платят больше. Англичан они, кстати, здесь любят. Не знаю почему. Говорят, что немцев они больше не любят уже. Немцы на них там что-то задавили. Не понравилось им их неополитика. Нет, может, не дали денег. Может, бабла не выделили. Да, да, да. А англичане, наверное, поддержали. Вот эти 18 миллиардов, которые Греция получила, надо будет узнать, кто поддержал этот законопроект, скорее всего. Абрамович? А? Абрамович? Не, Абрамович такой точно не поддержал. Абрамовичу делать нечего. Тратить свои деньги на это. Если он там ничего, сам копейку не срубит, то он такое не поддержит никогда. Вот. Так, сейчас посмотрим. Сейчас он не завернет налево. Значит, наша экскурсия была очень малюсенькая. Или же он завернет налево. Ну, все. В общем, чисто вокруг башни этой экскурсии идет. Получается так. Тут белая башня. Такой прокатус. Чисто по-европейски. Да, чисто по-европейски. Это не пахнет. Что, друзья, это была такая маленькая прокатка вокруг белой башни, в Салониках. Смотрите обзор того. Двигаемся дальше в Солнечную Калифорнию. Да, я не думал, что он дальше ест. Да, я не думал, что он дальше ест. Просто так вокруг это? Не знаю, посмотрим. Перевернули. Не совсем понятен нам его маршрут. Чисто вокруг это. ЧПС у него стоит там, интересно, на длине? Это просто не для того, чтобы посмотреть город. Это просто не для того, чтобы прогулки, парить. А, вот он в чем прикол. Дебильное развлечение. Пойдет несколько кругов давать, да, вокруг? Да, вообще. Это точно. Здесь это будет один, два круга, а не пять. А просто, знаешь, он катает, пока не надоест. Такой, все, все, тормози уже, дай выйти. Ну, а что у него, бензина нету. Только силы, лошадь. Да, лошадиные силы. Ну, что? Пока не иссякнут. Пока не иссякнут. Лошадиные не досталось. Ну? Это все. Ну, когда-нибудь отвезли в эту городу. Да, да, да. На одном месте. Лошадь думает, хоть какой-нибудь бы маневр новый произошел за эти последние 30 лет. Постоянно по одному и тому же маршруту. Я думаю, она с закрытыми глазами уже может спокойно идти. А этот, видишь, чисто так, символически ее так бьет по бокам? Ну, да, 100%. Так, чисто, она расслабывает. Ну, она не бьет, она просто никуда идти. Гладить, гладить. Да, она, я тебе говорю, может ходить. Она даже задом может пройти. Да, даже ползковый. Даже ползковый, да. Да, сейчас, друзья, прокатимся. Мы решили, в общем, отрываться полной на наши деньги, которые есть. Потому что буквально через сколько? Должны нам деньги сейчас прийти. Если же они нам не придут, мы останемся, конечно. Но если придут, точнее, должны прийти, должно быть все нормально. Поэтому ездим на каретах, едим в ресторанах. Сейчас будем кататься еще вот до таких лодков. Но на этой лодке кататься стоит бесплатно. Бесплатно садишься, единственное, покупаешь этот какой-нибудь там напиток или что-нибудь берешь. То есть это входит в счет. Но это, скорее всего, это напиток и будет стоить примерно как проезд. Это мы с вами... О, 3 евро. Ну, в общем, 3 евро, считай, стоит прокатиться на такой штуке. 3 евро кофе. Да, 3 евро. Вот этот кофе, который они, как они его называют? Фрапе. Фрапе? Фрапе. Здесь такое распространенное кофе, которое называется фрапе. Это типа все так собираются, молодежь там его пьет. И прикол у этого кофе в том, что он на разных местах по-разному стоит. Допустим, вот по этой набережной есть места, которые это кофе может стоить 7 евро. Типа блатные такие места. И молодежь что делает? Они могут чисто для понта прийти в это место, за 7 евро купить кофе и сидеть целый день там, в общем, понтоваться, скажем так, что они в этом месте сидят и пьют кофе. Хотя это же кофе, вот этот фрапе, как он назывался? Фрапе, это кофе, можно взять за 3 евро, даже можно взять его за 1 евро. Даже за пол евро его можно взять, по большому счету. То есть оно практически по всему салоннику продается. Но чем ближе к набережной, вот мы сейчас на набережной находимся, чем ближе к набережной, тем эта фрапе стоит дороже. Но даже на этой же набережной можно и за 3, и за 4, и за 5 евро этот кофе взять. А некоторые вообще делают по-другому, они что делают? Берут кофе, в другом месте, а вот все, закругляемся, берут кофе в другом месте и идут сюда, на набережную, то есть берут, допустим, за 1 евро, проходят сюда и пьют его здесь, типа за 4 евро. Это уже не там, где за 7 евро. Так, друзья, смотрите, ансортовой, двигаемся в солнечный кресло. Ага, а, фото? Окей, very good. Thank you very much. Сейчас выключаемся пока.